Олег Владимирович, здравствуйте, как всегда рады вас видеть. Олег Владимирович, приветствуем. Я вас также приветствую. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, вот эта цифра 42%, рекордная нехватка рабочей силы в Российской Федерации. Давайте два вопроса в одном. Что могло повлиять и спровоцировать подобную цифру нехватки работников, сотрудников? И второе, насколько это может оказаться в тенденции, в долгосрочной перспективе, критическим, например, для российского ВПК? Ну, смотрите, вот для того, чтобы было понятно с этой безработицей и с этими низкими цифрами, на сегодняшний момент уровень безработицы в Российской Федерации идет на уровне 3,2% трудоспособного населения. Ну, вроде как считается, да, что чем меньше безработица, тем вот как бы лучше. Но это не совсем так. Для такой экономики, как российская, нормальным является безработица на уровне 5%. Всегда и везде в стране есть люди, которые меняют место жительства, которые проходят переквалификацию, которые получают новые профессии. Ну, в конце концов, которые просто не работают, а работать не хотят. Такой контингент тоже есть. То есть, в любом случае, вот для объема в российской экономике 5% трудоспособного населения, которое находится временно безработными, является нормальным. Все, что ниже, это уже очень серьезные проблемы. Ну, вот по аналогии, человеческий организм имеет температуру 36,6, да? Когда температура человеческого организма становится там 35,2. Это хорошо или плохо? Это плохо. Ну, вы знаете, это что-то напоминает затянувшуюся агонию. Поэтому, вот, собственно, когда мы говорим об уровне безработицы, которая сократилась сегодня до 3,2% российской экономики, это в действительности крайне тяжелая ситуация. И вот то, что вы сказали по поводу хронической нехватки рабочей силы на предприятиях, это, собственно, является следствием вот этого невероятно низкого уровня безработицы. А причина, ну, достаточно объективна. Очень большое количество высококвалифицированных работников с Российской Федерации уехало. Очень большая волна отъезда началась после того, как Российская Федерация вторглась в Украину. Следующая волна была достаточно серьезная в тот момент, когда россияне объявили так называемую частичную мобилизацию. И нужно понимать, что в первую очередь с Российской Федерацией уезжали те люди, которые, ну, чувствовали, что в любой другой стране они смогут найти достойную работу. И это люди с хорошим знанием языка, это люди с конвертируемыми специальностями. То есть это категория людей, которые представляют золотой фонд любого рынка труда. Ну, давайте будем откровенны. Для того, чтобы подготовить такого человека, в действительности нужно вложить достаточно много денег. Речь идет и о первичном образовании, и о вторичном. Речь идет о получении опыта. Это же не просто, это не бесплатно. Потеря такого контингента, потеря такой рабочей силы крайне болезненно сказывается на возможности быстрого восстановления экономики. А вот то, о чем вы сейчас сказали, собственно, это и есть тот проблемой, которая уже нарисовалась. Когда нету соответствующего уровня станочников, когда нету соответствующего уровня инженеров, когда инженерно-технические специальности вообще на сегодняшний момент находятся в жестком дефиците. Что это означает для российской экономики? Насколько это нехватка в 42% может быть пагубной для нее? Ну, понимаете, ведь деньги же они сами себя не делают. Естественно. Да, то есть деньги могут создать рабочее место, но добавленную сумму создает труд, рабочие руки. И если их нет, ну вот, извините, ничего и не будет, пока не появится достойный контингент, который займет это рабочее место и будет на нем работать. Поэтому, когда мы говорим с вами о чрезмерно низком уровне безработицы, мы должны понимать, что нет людей, которые будут создавать добавленную стоимость, нет людей, которые будут работать на предприятиях. Причем уже на сегодняшний момент началась достаточно серьезная конкуренция между различного рода бизнесами за квалифицированных кадров. И эта конкуренция проявляется и в увеличении заработных плат, эта конкуренция проявляется в других способах переманивания, создании социальных пакетов. Но мы же с вами понимаем, да, что чем вы больше даете работнику, тем меньше у вас остается собственной прибыли. А российский бизнес не привык делиться прибылями. Поэтому вот создается достаточно тяжелая ситуация, когда некого и некуда приглашать на работу. А скажите, пожалуйста, Олег Владимирович, вот санкции, которые вводятся различными странами по отношению к Российской Федерации, как они влияют на ту самую рабочую силу, с нехваткой которой сталкивается современная Россия? Смотрите, первое, что привело к достаточно серьезным санкционным ограничениям, это уход достаточно большого количества бизнесов, европейских, американских, брендов известных. Собственно, вот на этих предприятиях работал тот контингент, о котором мы с вами говорим. Почему? Потому что на этих предприятиях была наиболее высокая заработная плата, там создавались условия адекватные тому, какие выплачивались в любой стране мира. там сотрудник имел возможность совершенствовать свой иностранный язык, который был принят в общении в этой компании. То есть таким образом там как раз и происходило формирование того высококвалифицированного рабочего класса, который, собственно, и характеризует возможность развития любой экономики. Как только эти бизнесы начали уходить, они же за собой потащили достаточно большой объем высококвалифицированных кадров. То есть нужно понимать, что хороший сотрудник, он в любой стране является в дефиците. Если у вас есть возможность переманить или предложить какое-то более-менее нормальное рабочее место сотруднику вне зависимости от его национальности, вы это сделаете. Поэтому, вот, собственно, первая волна, я уже сказал, пошла тогда, когда со страны начали уходить мировые бизнеса. Поэтому, когда мы с вами говорим о влиянии санкционной политики на отъезд высококвалифицированных рабочих кадров из Российской Федерации, то это абсолютно зависимые друг от друга вещи. А низкоквалифицированные рабочие кадры, которые оставались или остаются до сих пор в Российской Федерации, они не заполняют ту нехватку в 42%? Ну, понимаете, ведь для того, чтобы человек стал за высокотехнологичное оборудование, он должен понимать, что он делает, и он должен иметь навыки работы на этом оборудовании. Если вы на это оборудование посадите человека, который работать на нем не умеет или имеет ограниченные технические познания, он его запорит, у вас будет резкое количество увеличиваться брака, и вы, естественно, не сможете это оборудование купить, а как следствие у вас будут достаточно большие убытки. Поэтому переквалификация, обучение, получение опыта, это я уже говорил, это время и деньги. Просто так взять человека с улицы и посадить его, например, за высокотехнологический какой-то объект, оборудование серьезное, компьютеризированное какое-то, ну, это же как бы не так просто. Поэтому еще раз говорю, хорошие кадры, высококвалифицированные, это всегда в дефиците, они всегда стоят дорого. Олег Владимирович, так правильно ли мы вас понимаем? По сути, вот эти 42% нехватки, они-то как раз и касаются в основе своей высококвалифицированных кадров. Ну, естественно, конечно, естественно. А что тогда остается? Ну, остаются люди, которые не работают и работать не будут. Нет, нет, я имею в виду, если не высокие технологии, которые требуют высококвалифицированных кадров, или производство с высокой точностью и ответственностью, которое, опять же, требует участия высококвалифицированных кадров, что тогда остается? Сырье? То есть те ограничения, которые введены на российское сырье, нефть, газ и все остальное? Понимаете, когда происходила глобализация экономики Российской Федерации, там в нескольких регионах, в нескольких субъектах Федерации создавались достаточно благоприятные условия для прихода иностранного капитала, для создания высокотехнологических производств. Это касается и машиностроительных предприятий, это касается и автомобилестроения, это касается объектов, которые генерировали достаточно высокую добавленную стоимость. Вот именно эти регионы, они пострадали в первую очередь. Те регионы, в которых культивировалась добыча сырья, и которые, собственно, и формировали свой внутренний продукт на основании сырьевой составляющей, они как раз и пострадали меньше всего. А там, где формировался высококвалифицированный рабочий класс, они как раз и оказались в наиболее уязвимом состоянии в связи с введением санкционных ограничений. Поэтому, когда мы с вами говорим о той нехватке рабочей силы, то в первую очередь речь идет о высококвалифицированной рабочей силе, и, как правило, которая достаточно локально готовилась и размещалась вокруг тех производств, которые основывались на ноу-хау, которые привносились иностранными компаниями. Потому что на сегодняшний момент основные технологические цепочки, которые были достаточно прогрессивные, это были те предприятия, которые создавались иностранным капиталом, который приходил и вкладывался в российскую экономику. Олег Владимирович, хорошо, есть санкционная политика, а есть, к сожалению, факт обхода санкций. Вот, например, появилась информация, что за последние годы Россия увеличила сумму закупок микросхем и процессоров, которые помогают россиянам воевать против Украины, с 1,8 миллиарда долларов до 2,5. Вопрос в следующем. Есть ли какая-то теоретическая возможность, по крайней мере, в правовом поле этот вопрос решить, чтобы санкции не обходились? Или же это, к сожалению, та самая реальность, с которой приходится мириться? Нет, ну смотрите, 10-й, 11-й пакет, в первую очередь 11-й пакет, который сильно ужесточил контроль за поставкой в Российскую Федерацию через теневые схемы товаров двойного назначения. Европейцы достаточно четко это все осознают. И те факты, что, например, в российских ракетах, произведенных в 2022 году, есть микросхемы и есть блоки европейского производства, очень сильно взволновали европейских политиков, в частности. И, собственно, мы увидели достаточно серьезное ужесточение санкционной политики именно в этом направлении. Было достаточно много схем, каким образом это обходилось, и потерянный транзит, так называемый, когда некие фирмы в третьих странах закупали в Европе товары двойного назначения, эти товары шли транзитом через территорию Российской Федерации, и на территории они исчезали. То есть таким образом обеспечивался серый импорт, который еще и был достаточно криминализирован. Поэтому, да, действительно, Российская Федерация нарастила объемы закупки той продукции, которую она даже теоретически на сегодняшний момент не может воссоздать. То есть проблема заключается в том, что по высокотехнологическим изделиям, в частности связанным с компьютерной техникой, Российская Федерация точно не сможет ничего воссоздавать. Поэтому одно дело, когда у вас, ну, скажем так, снимается с консервации техника 60-х годов, и там все ограничивается простым работягой с кувалдой, а есть техника, которая высокоточная, которая без достаточно серьезной компьютерной начинки просто не полетит. Поэтому в этой ситуации тот серый импорт, о котором вы говорите, вот, собственно, он направлен именно вот в эту сторону. И да, действительно, пакетами санкций и европейцы, и американцы вот в последнее время очень ужесточили контроль именно за возможностью попадения на российский рынок товаров военного назначения. Олег Владимирович, спасибо большое, спасибо за профессиональный анализ, и до новых встреч в эфире. Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, присоединялся к нашему эфиру. Благодарю. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok